Привет, ребята, это Алена, сегодня очередной выпуск, и сегодня мы с вами говорим про мотивацию. Очень у многих есть такая история, как бездействие, и, соответственно, бездействие как некая идеология жизни. То есть я бездействую, потому что у меня неправильное питание, потому что у меня неправильное воспитание, потому что мне недодали, потому что поезд плохо едет. Соответственно, давайте поговорим, как развить мотивацию и как сформировать мотивацию, соответственно, как достичь истинных целей в жизни. Увы, это не так просто. И, соответственно, если вы не психотик, то все эти мотивационные лекции по большей части как мертвому припарка. По крайней мере, я вижу много тренингов, при этом людям не нужны эти тренинги, и, как говорится, вообще они им абсолютно не нужны. Со временем, когда нет мотивации, это приведет к стресс-факторным заболеваниям и к срыву. Может даже привести к вхождению в апатию и, соответственно, дальнейшему бездействию и ожиданию какого-то очередного успеха. Не нужен вам очередной успех. Все это происходит из метаний от одной крайности к другой крайности. Момент. Многие-многие не понимают, что у нас есть рептильный мозг и лимбическая система. Соответственно, они заставляют вас реагировать на те или иные трудности. Например, о, машина сломалась, о, зуб сломался, о, что-то произошло. И вы уже живете как надо и как правильно. Не как кто-то научил, а как правильно. Нет никакого ГОСТа, который расскажет вам, как правильно и как нужно. Кто в мире не знает, как правильно и как надо? Никто. Соответственно, все эти оценки, они сугубо объективны. Общественные нормы, какие-то требования, они меняются изо дня в день. Сегодня ты слесарь, завтра ты программист, послезавтра ты душевный анонист. Ну, то есть, это действительно история, которая меняется каждый-каждый день. Так и есть, потому что все мотивационные советы, заведи себе блокнот, реализовывай себя, откажись от стимуляторов, там, делай то, делай все. Это оценка субъективная. Что в конечном счете успех? Почему по большей части он ассоциируется с финансовым состоянием и с финансовыми достижениями? Потому что, когда есть финансы, вы можете себе позволить больше. Что плохого в спокойной жизни, в свое удовольствие? В конечном счете, рано или поздно все успешные пытаются хоть как-то расслабиться и найти хоть какой-то смысл в жизни, с головой уходя в какую-нибудь эзотерику, религию и прочую историю. Ибо чувствовать себя обманутыми, соответственно, история не очень красивая. Да, безусловно, с дырой в сердце и с дырой в кармане очень сложно жить в удовольствии. Это правда. Соответственно, у каждого свой смысл. Смысл в том, чтобы просто жить, просто жить со всеми удачами и удачами. Не нужно искать мотивацию для того, чтобы вставать и идти на работу, чтобы заработать себе на еду. Не нужно искать мотивацию для того, чтобы садиться за свою роль и управлять своей жизнью. Соответственно, во многих случаях все зависит и от обстоятельств, и от генетики, и от эпигенетики. Я вовремя оказалась в нужном месте и, соответственно, в нужное время и просто этим воспользовалась. Мне просто повезло. Я обладаю теми качествами же, какими обладают многие люди. Но у них не было возможности проявить себя или они просто сломались на пути реализации. Соответственно, на моем пути было много ситуаций на грани жизни и смерти. Но я выжила. Это огромный фактор везения и генетического ресурса здоровья. То есть генетического ресурса здоровья. Трудолюбие и качество характера играют огромную роль. У многих не получается, потому что нет трудолюбия. Я встречала очень много талантливых людей, трудолюбивых ребят. Но им вообще в жизни не хватило внутреннего стержня. Выдержать все преграды. Также встречала огромное количество легких людей, которым давалось все по щелчку пальцев. Вот прям вот так. И, соответственно, по факту, грандиозный успех – это ошибка выжившего или какая-то психотизация личности. Я в этом просто уверена. Грандиозный успех, еще раз повторяю, – это ошибка выжившего или психопатизация. Психопат. Соответственно, на этом пути очень легко сойти с дистанции. Когда вы на каком-то суперуспехе, вы можете на этом фоне очень быстро слететь с нужных колес. Другой момент. Вот про себя немножко. Я несколько раз в жизни могла умереть, но так получилось, что я выжила. Другой момент. Я убежденный пессимист. И именно поэтому я действую. То есть, если бы я была супероптимистом, наверное, бы я бездействовала и думала, когда в небе сойдутся облака, и у меня возникнет вдохновение. Соответственно, вдохновения никакого нет. Я просто делаю, и все. Иногда получается круто, иногда вообще не получается. Соответственно, просто делай. Любите свою жизнь. Пока-пока.